МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех в телевизионном павильоне медиа-центра САФУ «Арктический мост», где мы ищем ответы на вопрос «Кем быть?». Продолжаем разговор на тему профессии будущего, о специальностях, которые находятся на стыке нескольких дисциплин и в скором времени дополнят или заменят уже существующие. Сегодня мы говорим о педагогическом образовании с двумя профилями подготовки – биология и география. Обе науки изучают природу. Вот только биология концентрирует свое внимание на живых организмах, растения, животные, грибы и микроорганизмы, а география – на абиотических ее компонентах – горные породы, реки, озера, климат и так далее. Поскольку связь между живым и неживым в природе очень тесная, значит, и данные науки априори связаны, и специалист с подобными знаниями более чем востребован. Это подтверждает и атлас профессии будущего от Сколкова. По мнению авторов, совсем скоро станут востребованными, например, такие профессии – сельскохозяйственный эколог, архитектор живых систем, экоаналитик в добывающих отраслях, космобиолог, космогеолог. И в основе этих новых профессий все те же базовые знания по биологии и географии. Каким должен быть современный педагог по этим направлениям подготовки, об этом мы поговорим с нашими гостями Людмилой Николаевной Драчковой, доцентом, заведующей кафедрой географии и гидрометеорологии Высшей школы естественных наук и технологий Северного Арктического федерального университета, и Софии Клейпиковой, студенткой третьего курса направления педагогическое образование по профилю подготовки география и биология Высшей школы естественных наук и технологий САФУ. Вопросы будут задавать учащиеся гимназии номер 21 имени Иосифа Бродского, гимназии Ксения и эколога биологического лицея имени академика Лаверова. Ну и первый вопрос по традиции от меня. Вот скажите, такие фундаментальные науки, как биология и география, и почему именно сейчас находят такое стремительное развитие? С чем это связано? Начнем с того, что это две базовые дисциплины, которыми должен владеть каждый человек, не говоря даже о выпускниках школ. Вообще каждый человек, живущий на планете Земля, должен иметь базовые знания по биологии и по географии. Соответственно, чтобы он эти базовые знания имел, у него должны быть хорошие педагоги, которые эту базу ему заложат. Это первый аспект. Второй аспект. Мы должны знать свой край прежде всего, свою малую родину, тот регион, в котором мы проживаем. Поэтому особое внимание должно уделяться региональному аспекту географии и биологии, чтобы успешно развивать свой край, чтобы жизнь нам здесь доставляла удовольствие, чтобы природу мы оберегали, чтобы природа в свою очередь оберегала нас. Все это изучается в рамках биологии и географии. Людмила Николаевна, спасибо. София, как вы считаете? Да, мне есть что добавить. Биологии и географии, они не только развиваются, но они уже развивались раньше и будут развиваться во многом, потому что это действительно база, база естественных знаний. И это науки те, которые изучают окружающий мир, и без этого в нашей жизни невозможно представить жизнь, если ты не будешь разбираться в том, как взаимодействуют те или иные связи в мире. Ну что ж, спасибо. Начало, можно сказать, положено нашему экзамену. Впереди экзаменационные билеты, вопросы, которые составили ученики. Желаю вам удачи, ни пуха ни пера. Людмила Николаевна, вытягивайте ваши билеты. Итак, я понимаю, что вы волнуетесь, все-таки экзамен, но тем не менее, я думаю, что все получится непременно. Первый вопрос. Кому стоит поступать на данное направление подготовки? Кто задал этот вопрос? Пожалуйста. Меня зовут Молев Глеб, я из гимназии Ксении, ученик 8-го А-класса. Глеб, спасибо. Спасибо, Глеб. Вопрос действительно интересный, потому что иногда абитуриенты, которые приходят подавать документы, мечутся между столами, где подавать документы, и спрашивают, а куда бы мне податься? То есть человек не приходит уже с уверенностью, какую специальность он хочет выбрать. Все такое вкусное и интересное, и хочется и туда, и туда, и туда. На данное направление подготовки я бы рекомендовала поступать тем ребятам, которые видят себя уже в педагогической деятельности. Действительно, такие ребята есть. Они приходят уже с целью стать учителем, педагогом, не только по этим направлениям, а в целом получить педагогическое образование. То есть таких ребят немного, но их конкретная цель, она понятна. Кроме того, есть ребята, которые тяготеют к естественно-научным направлениям. То есть помимо того, что им биология и география в школе нравились, они любят и физику, и химию, и, возможно, не столько хотят стать учителями впоследствии, сколько получить возможность более глубоко изучить эти два направления, и видят себя, например, не школьным учителем, а, может быть, преподавателем в ВУЗе. Видят себя работающим в какой-то ВУЗовской лаборатории, изучающей какие-то биологические особенности отдельных организмов. У нас таких лабораторий в Северо-науртическом федеральном университете есть несколько. Есть ребята, которые действительно имеют, скажем так, одинаковые успехи в разных направлениях. И здесь профориентационная работа, она очень важна. То есть прежде чем принять документы, порекомендовать поступать на наше направление, мы обязательно спрашиваем, почему вы выбираете это направление, что вас привлекает. Вас привлекают сами предметы, вам, может быть, хочется ходить в арктические экспедиции, потом стать полярником исследователя Марктики, либо вы видите себя в педагогическом образовании. И отдельный вопрос мы всегда посвящаем такой проблеме, как видение себя в педагогике. Не всегда и не все далеко пойдут работать в школы, несмотря на то, что в нашей области колоссальный дефицит кадров высококвалифицированных педагогических. Но законодатель от нас требует определенного уровня образования. То есть человек, который закончил просто географическое или биологическое направление, не имея педагогической, методической основы, в школе работать не может. Поэтому к нам приходят в том числе переучиваться. Такое тоже было. Люди, которые имеют базовое естественно-научное образование, экологи, получают второе высшее педагогическое образование. То есть в любом случае, когда вы к нам придете, мы с вами побеседуем, узнаем, почему вам так нравится биология и география, и где, в каком направлении вы себя видите. У меня есть еще один вопрос. Кем бы вы хотели стать в сфере географии, кроме преподавателя? Такой замечательный вопрос. Спасибо большое, Глеб. Можно издалека начать? В школе географию не любила. Конечно. Не любила в школе географию. По многим причинам это было связано. И при поступлении в ВУЗ выбрала смежную такую специальность, которая звучала как учитель географии, педагог-психолог. Собственно, привлек именно второй вариант, вторая часть этой профессии. Но вот благодаря как раз вузовским преподавателям вот эта любовь к географии, увлеченность к географии, она была просто вложена уже на первых-вторых курсах. И уже на третьем курсе я поняла, что психология мне стала малоинтересна, а вот география, она заняла полностью всю меня. И я себя вижу только в связке с свою дальнейшую профессию, с географией. И абсолютно себя не видела преподавателем вуза на тот момент. Но появилось предложение поступить в аспирантуру в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург это прекрасно, великолепно. Чтобы было понимание, это начало 2000-х. Возможности, собственно, ездить куда-то, путешествовать было очень мало. А тут целый Санкт-Петербург передо мной открывается в обучении. Конечно, был выбран Санкт-Петербург и аспирантура как приложение к нему. И обучение в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. И та кафедра, тот костяк географический, питерская школа географии, которая там существует, которая берет сразу в оборот всех аспирантов. И с первого дня ты знаешь, что ровно через три года ты защитишь диссертацию, и выбора у тебя нет, потому что ты пришел сюда, с тобой будут работать. Вот эти все моменты позволили постепенно прийти к пониманию, что преподавание в УЗИ действительно интересно. Это и вузовские практики, и доцентские, и кандидатские, и так далее. Вот эта вовлеченность, она дала вовлеченность, и пример старших товарищей, она открыла дорогу в профессию. Кроме преподавания в УЗИ, у меня есть опыт работы учителем географии в школе. Мне это тоже безумно нравится, потому что это совсем другая кухня, интересная. Это еще не взрослые, суровые, серьезные студенты, это школьники во всей своей красе и непосредственности. Есть опыт работы в лагерях летних отдыха для школьников. Тоже это целый спектр эмоций и целый пласт опыта. Поэтому здесь направлений очень-очень много, дорог. Какую выберете вы, это уже покажет жизнь. Спасибо. Задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Егор Лимурзин, я учусь в 21-й гимназии в 10-м классе. У меня такой вопрос. Каким вы видите учителя будущего? Какими навыками он должен обладать? Учитель будущего, если в целом учитель, это человек, который идет в ногу со временем, в том числе и с техническим нашим временем, который себя чувствует свободно и уверенно в цифровом мире. Прежде всего, это важно для вас, вашего поколения, прежде всего. Это человек, который постоянно учится сам. То есть завершение университетского обучения – это не завершение обучения в принципе. То есть быстро меняющийся мир, развитие науки и техники не позволяет останавливаться на достигнутом. То есть учитель – это человек, который постоянно совершенствует свои навыки, постоянно обновляет свои знания и идет в ногу со временем. София, а вот вы как считаете? Учитель будущего – это, конечно, как сказал главный человек, идущий в ногу со временем, потому что каждый день мы что-то узнаем новое, каждый день развиваемся. И так нужно делать каждый день и продолжать, продолжать, чтобы быть со своими учениками на одной волне и знать, как лучше предподнести материал и использовать, конечно же, новые методы. И будущий учитель для меня – это свободный учитель, у которого много часов, когда он может долго работать с детьми и сможет выдать им все настолько, чтобы им было и просто, и понятно, и захотелось изучать все больше, больше и больше. Задача учителя, главное, на мой взгляд, это научить детей учиться. Не просто школьник для него, потребитель знаний, такая корзинка, куда мы сюда положим знания по биологии, сюда по географии, а здесь по химии. Задача учителя – научить вас, школьников, учиться, чтобы вы пришли в вуз и уже умели учиться, у вас были навыки. Чтобы вы закончили вуз и умели учиться, потому что учиться нам придется всю свою жизнь. Это уже никуда не исчезнет. Ну так вот, учитель, ну все так просто, как кажется, да, на первый взгляд. София, ваш вопрос следующий. Почему вы решили поступать на это направление? Кто задал вопрос? Представьтесь, пожалуйста, передайте микрофон. Это мой вопрос. Как вас зовут? Кабанихина Даша из гимназии Ксении, из восьмого класса. Даша, спасибо. Спасибо за вопрос. Почему решила поступать? В школе очень нравилась биология. Потом начала нравиться география. И по географии даже задавала ОГЭ в девятом классе. Также собиралась поступать на географический какой-нибудь факультет. Но в школе не проводились дополнительные занятия по географии, по ЕГЭ. И поэтому пришлось отложить ее в сторону. И перенаправить свои силы, опять же, на биологию. И биология в мой год поступления была основным экзаменом, по которому можно было пройти на направление педагогическое образование, биология, география. Собственно, на нее я сделала уклон. Также, почему педагогическое? Родители мои сказали мне, мол, Соня единая педагогическая, потому что оно даст тебе возможность работать во всех сферах мира, во всех сферах общества. Потому что, начиная от технических каких-то моментов, ты же можешь руководить, например, техническим обществом, и заканчивая как раз-таки работой в школе или даже выше. Потому что педагогика – это работа с людьми, с детьми, с людьми во всех возрастов. И можно в любой сфере устроиться. И это удобно, универсально. И, собственно, когда я сдала ЕГЭ, у меня предстоял выбор. В СФУ тогда на тот момент было два направления. Это педагогическое образование, биология, география и биология, химия. Ну, так как моя душа выбрала первый вариант, биология, химия – тоже очень интересный предмет для образования, потому что там тоже проходит углубленно уже и биологию, но и химию также. Почему так же решила выбрать? Да потому что в школе часто представляла себя учителем, например, как бы я сделала так в этой ситуации вместо учителя, а как бы в другой. И приходя домой, садясь делать уроки, я представляла, что вместо стены передо мной класс. Я сейчас буду говорить, а как будем выполнять то или иное задание. Домашнее задание делала, озвучивая все, что я записывала. Это было очень забавно. Ну, это помогло. И потом мне уже более в старшей школе родители говорят, Соня, у тебя есть склонности к организаторским способностям, ты умеешь руководить. И потом, когда поступив уже на направление свое, на первом курсе, к сожалению, началась пандемия, и моей группе понадобилась помощь в организации учебного процесса, потому что никто не знал, как, где связываться с преподавателем, какие задания выполнять. Я взяла на себя роль старосты, и потом, соответственно, ей стало, когда все прописывала, что для кого нужно сделать, связывалась с преподавателями, и мы успешно окончили этот трудный курс. Вот. И потому вот эти моменты все, они укрепили мое желание работать учителем и преподавателем, и на школе останавливаться не собираюсь, хочу пойти и, может быть, и в УЗИ поработать, и в дополнительном образовании с детьми, потому что это очень интересно, и считаю, могу с этим справиться. А сложности какие-то существуют, на ваш взгляд, в этой профессии? Сложности, да, потому что, например, биогеография, они же нелегкие предметы, достаточно углубленно изучаем их в УЗИ, и поэтому приходится очень много материала изучать, запоминать, выполнять разные задания, и остается только держать себя в руках и стараться с радостью относиться к этому делу. Очень хорошо, что вы нашли свое призвание, самое главное. Ребята, задавать вопросы. Даша, как вы, довольны ответом? Да, спасибо. Или дополнительные какие-то у вас есть? Пожалуйста. А вот кем именно вы ведете себя в будущем, ну, может быть, не только как учителя, может, как какая-то еще профессия вас привлекает? Наверное, руководитель какого-нибудь детского кружка в дополнительном образовании, потому что там будет в педагогическом плане возможностей больше для работы, свободы, потому что в школе вот у тебя учебник, должен по нему идти, программу выдавать. Да, да, а дополнительное образование, да, больше творческая профессия, можно больше себя раскрыть, разные темы выдать детям интересные, вот. Поэтому вот так вот. Ну, в основном учитель это то, что я сейчас для себя рассматриваю. София, у вас уже была практика? Да, да, только что пришла с апрельской практики, целый месяц проходила ее. Было безумно интересно, каждый день приходила в школу и думала, как же интересно и круто тут находиться, потому что и ребята все интересные, и школа, довольно интересное место. А также можно было взглянуть на образовательный процесс со стороны учителя и увидеть разницу, как ты ощущала ее, когда ты был учеником, и когда сейчас ты уже можешь сидеть в учительской, заполнять электронный журнал, например, писать конспекты, прорабатывать уроки, вести уроки и получать отдачу от учеников. Вы волновались перед первой практикой? Перед началом практики? Ну, да, было немного волнения, потому что ты все равно приходишь в новое место, в новое общество, тебе интересно, как тебя там примут, как себе, тебе правильнее себя вести. Вот. Ну, немножко было, да. А какой вы класс обучали по возрасту? Учитель биологии, он универсальный. Мой учитель, за которым я была закреплена, вела уроки с пятого по одиннадцатый. Я проводила уроки в седьмом, в шестом, в восьмом и одиннадцатых классах. София, спасибо за ответ. Есть ли еще вопросы? Да, у меня есть. Да, пожалуйста. Какие трудности возникли в работе с детьми? Спасибо за вопрос. Трудностей в основном было мало, потому что в школу, в которую я приходила, в классы имели малое количество учеников. И это позволяло мне включить всех в процесс обучения. Трудности вызывало у меня, например, технические неполадки или, может быть, малая реакция учеников на материал, который я выдаю. Вот. Вот. В этом все. Ну, а, например, как вы справились с детьми, которые, например, не хотели слушать вас? Ну, приходилось применять педагогические приемы, стукнуть по столу, громко сказать, понизить голос, например, чтобы меня было интересно слышать. Вдруг кто-нибудь поймет, что стало слишком тихо, как-то странно, и замолчит, да, например. Вот. Всегда можно отвлекающие звуки представить и еще разные секреты, о которых можно узнать, учащие на моем направлении. Ага. А, София, вообще как заинтересовать учеников в своем предмете? Может, это вот самый главный такой секрет, чтобы все слушали внимательно? Да, конечно. Во-первых, это главное самой любить предмет и выдавать его так, будто это вот самый главный предмет в их жизни и в твоей. Потому что, когда человеку нравится его дело, он и вот так его выдает, что у других глаза загораются, и они тоже хотят его так же познать, как знаете его вы. Безусловно, все так и есть. Да. В таком случае следующий вопрос ваш, Елена Николаевна. Расскажите о том, где проходят практику студенты. Чей это вопрос? Пожалуйста, представьтесь, передайте микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Ярошева Александра. Я из восьмого класса, из школы Ксения. Мне бы очень хотелось задать вам этот вопрос. Александра, спасибо. Спасибо, Александра. Вопрос очень важный для студентов и для абитуриентов, которые поступают на это направление, где я буду стажироваться и практиковаться. Начиная со второго курса наши студенты получают возможность проходить педагогическую практику. Это могут быть летние школьные лагеря, где они непосредственно будут работать со школьниками в качестве вожатых. Это могут быть уже школы, где, возможно, они еще не будут проводить уроки, обучаясь на втором курсе, но они познакомятся с ребятами. Они поприсутствуют на уроках педагогов, понаблюдают за детьми, понаблюдают за учителями, окунутся снова в школьную жизнь, но посмотрят уже на нее не со стороны обучающегося школьника, а уже со стороны будущего учителя. Ну и уже с третьего курса ребята во время педагогических производственных практик отправляются в школы города, района, области. Если кто-то желает выехать за пределы своего региона, никаких препятствий к этому нет. Ну и помимо педагогических практик у нас есть практики по отдельным направлениям. Это практики по землеведению, по ботанике, по гидрологии, где ребята получают навыки, естественно, научных наблюдений, навыки работы в поле, все то, что они будут передавать потом вам в школе, работая учителями биологии и географии. Ну и поскольку учитель биологии и географии это все-таки комплексный и универсальный специалист, он одновременно имеет глубокие познания в области биологии и географии, наши студенты востребованы и в арктических экспедициях, в частности в экспедициях Арктического плавучего университета, в экспедициях полевых, в климатических школах, которые реализуются на базе нашей кафедры. Поэтому спектр практического применения студента, еще не учителя дипломированной географии и биологии, он достаточно широк. Людмила Николаевна, спасибо вам за ответ. Александра, как вы довольны ответом? Я бы хотела еще спросить, можешь рассказать об одной из своих экспедиций? С большим удовольствием. Арктические экспедиции – это каждый раз что-то новое и интересное. Это не только путешествия в Арктику, это еще и экспедиции в рамках нашего региона. И, например, одна из последних, которая для меня обернулась таким неожиданным совершенно опытом, была прошлогодняя климатическая экспедиция на летний берег Белого моря в замечательную деревню Лопшинга. И до этого мое проживание в палатке, как географа, к своему стыду, признаюсь, максимально составляло, по-моему, в сумме 5 суток. Вообще за все. Палатку я не любила, не любила, пока не попала в Лопшингу. В Лопшинге мы 12 дней провели в палатке с коллегами, ни у кого отдельного не было. Готовили пищу на костре, иногда просили, чтобы нас пустили в баню помыться, собирали буквально рыбу на берегу для того, чтобы почувствовать себя настоящими робинзонами. Но для меня это небольшая такая победа над собой, проживание в таких полевых прямо условиях. Арктические экспедиции немножко отличаются. Там ты все равно комфортно находишься на судне, это разная степень комфорта, но тем не менее ты спишь в теплой постели. Ты кушаешь горячую, свежеприготовленную пищу, отдыхаешь от полевых работ. А экспедиции именно в поле, непосредственно, где приходится оставаться, это совсем другой опыт. Какая романтическая, да, отчасти профессия. Довольны ли вы ответом на этот раз? Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, София, ваш вопрос. Так, говорят, что ЕГЭ по географии самый легкий предмет для сдачи, так ли это? Кто задал этот вопрос? Да. Здравствуйте, я ученица 8 класса, гимназия Ксения, Анастасия Сенцова. Да, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Хорошо. Спасибо за вопрос. По своему опыту могу сказать, что в мое время, это три года назад, ЕГЭ по географии было где-то на среднем уровне, не сказать, что самое сложное, но там присутствуют математические задачи, картографические задачи, и это все требует большого внимания и опыта, и без прорешивания данных заданий вам не удастся их так же легко потом сдать. Я лично не считаю, что ЕГЭ по географии это самый легкий, потому что там действительно нужно готовиться и нужно заниматься географией, а также нужно ее любить, потому что если вам не нравится предмет, не лежит у вас душа к этому, то вам и будет неприятно и противно ей самой заниматься. Я знаю, что сейчас при поступлении требую, можно выбрать для сдачи либо биологию, либо географию на мой предмет, а у меня такого не было, поэтому мне приходилось готовиться только к биологии. Сейчас у вас есть выбор, так что вы можете брать то, что вам ближе, и готовиться к нему. Но ЕГЭ это все равно очень важно, и нельзя оставлять его на подготовлюсь за месяц, потому что это сильный, единственный экзамен, после которого решится ваша дальнейшая судьба. Поступите вы в высшее учебное заведение или нет. Но скажу, что не нужно отчаиваться, если вы наберете, например, мало баллов, потому что есть множество вариантов и у нас в САФУ, и в других городах, куда можно поступить. Либо у вас есть снова возможность подготовиться получше и сдать на следующий год. София, спасибо. Как Анастасия, вам ответ? Хорошо, только я хотела бы задать еще один вопрос. Как именно вы подготавливались? Может, у вас есть какие-то советы для нас? И секреты, да? Ага, секреты. Я себе где-то в октябре месяце, то есть в июне уже была сдача, поставила перед собой цель подготовиться к биологии. Ну, вы можете сравнить то же самое с географией. То есть каждый день выделять полчаса и заниматься обязательно любой темой. Ну, не любой, а постепенно. Как по учебнику проходишь и все снова вспоминаешь. Также я попросила... Сходила в библиотеку школьную, взяла учебники за прошлые классы, то есть там 5, 6, 7, 8 и проходила, читала их снова. Это очень помогало, так как вспоминаешь всю школьную программу, которая также попадется у тебя в вопросах. Затем много решала кимов и тестов в интернете. Это тоже помогало. И, соответственно, самое главное, это просто себя заставлять каждый день. Потому что эти должны приносить тебе удовольствие. И ты должен понимать, что это ты делаешь для себя. И это очень-очень важно. Главное – мотивация. Да, главное – это то, что все-таки нужно учиться. София, спасибо, кстати, за хорошие советы. Анастасия, как вам ответ? Да, спасибо, я поняла. А как у вас вообще с биологией, с географией дела обстоят? Все отлично. Замечательно просто. Людмила Николаевна, а вообще вот выпускники данного направления, где работают чаще всего? Педагогами или куда-то еще трудоустраиваются? Наши выпускники трудятся в школах, естественно, да, в качестве учителей географии и биологии. Но спектр организаций, в которых они востребованы, вот настолько широк. Давайте от школ до федеральной службы охраны. Это если только по нашему городу. А если вспомнить еще середину 2000-х, когда было заочное направление по географии и биологии, у нас обучался и офицерский состав МВД и ФСБ, потому что это педагогическое образование. Наставник-педагог в таких направлениях всегда был востребован. Наши выпускники востребованы в военных организациях. К нам приезжают с профориентационной работой из организации «Северодвинска». То есть вот такой универсальный комплексный специалист, у которого есть знания в области биологии, географии, который умеет работать в поле, который обладает навыками пробоотбора, при этом он еще является педагогом, то есть он может стать наставником для своих младших товарищей в этой организации. Это дорогого стоит, и специалисты от этого стребованы. Действительно, уникальные специалисты получаются в вашем отделении. Да, согласна. Вопросы, ребята, задавайте. У меня есть вопросы. Пожалуйста. Представьтесь. Меня зовут Окулов Максим, я ученик 10 класса 21 гимназии. При ответе на предыдущие вопросы вы упомянули тот факт, что хотя изначально вы не хотели связывать свою жизнь с предметом географии, вы все же в итоге углубились в эту науку. А могут ли ученики, также заинтересованные изначально в немного других сторонних предметах, поступать на образование с уклоном в биологию, в географию, и далее получать образование по этим специальностям, и чтобы можно было в итоге и уйти в географию, и остаться на изначальном своем направлении? Это возможно? Спасибо большое. Ну, вспомним, что география – это мультидисциплинарная наука. На стыке географии других наук возникли и океанология, и картография, и масса других интереснейших направлений, и медицинская география. То есть можно схему расширять, расширять и расширять. Поэтому у нас действительно есть примеры ребят, которые свои интересы сразу озвучивают и хотят двигаться в определенном направлении, на стыке, например, географии и другого направления, которое им интересно. И, как правило, это уже целенаправленные, целеустремленные такие личности, они видят себя чаще всего уже в науке. И для этого у них есть все ресурсы в Северном Арктическом Федеральном Университете. Студенческая наука с первого курса, пожалуйста, да, все студенческие объединения, студенческое научное общество. Здесь мы только поощряем, никаких препятствий к этому нет. Большое спасибо. Спасибо. А могу я дополнить предыдущую? Конечно, обязательно. Например, в САФУ же проходит много курсов переподготовки работников, и поэтому, изучая основную дисциплину, всегда можно углубить свои знания в другой, просто и получив при этом дополнительный диплом даже. На личном опыте могу рассказать, что проходила курсы экскурсионного дела также вместе со своим основным образованием на втором курсе. Успешно закончила, программа была всего три месяца, защитила диплом и получила после окончания образования своего. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста, передайте микрофон. Насколько я знаю, в последнее время появляются такие профессии, как космобиолог и космогеолог. Не могли бы вы пояснить хотя бы в общих чертах, что из себя представляют эти профессии? Вопрос очень интересный, здорово, что ребята этим интересуются, этими новыми направлениями, потому что смотреть в будущее нужно, и мы понимаем, что пусть новое хорошо забытое старое, но есть прям такое новое-новое, что и не на что опереться в нашем богатом прошлом. Действительно, тема космоса, мы живем в космический век, и тема космоса, она поднималась ведь не только писателями, фантастами различных эпох, она сейчас и на государственном уровне занимает во всех странах практически, космических державах прежде всего не последнее место. Это планирование различных космических экспедиций, с какими целями, поиска не только разумной жизни, а жизни в принципе, ну и поиска полезных ископаемых. Мы знаем, что наши ресурсы, они тоже конечны, и возможно когда-то человечеству придется отказаться от бесконечного терзания планеты и Земля в этом плане, искать новые источники энергии в том числе. Поэтому появляются вот такие идеи новых направлений, как космогеология, космобиология. И хотя официальная наука нам сейчас не дает гарантированного ответа, что где-то есть жизнь, ну прям вот жизнь в нашем понимании, где-то мышка бегает, где-то лягушка запрыгала, и того лучше разумная еще какая-то жизнь, возможно. Вот, но тем не менее, вот экспедиция викингов на Марс, она показала, что жизнь-то она возможна, даже в самых маленьких таких проявлениях. И на самом деле очень часто сравниваем Арктику с Антарктидой, где тоже вроде бы жизнь невозможна, да, как можно существовать в таких суровых условиях, как можно существовать в условиях Марса безвоздушных, в том числе ожизнить, она есть, да, это и находки и одноклеточных, и многоклеточных, и свидетельства о том, что, возможно, да, на планетах Солнечной системы есть вода, и когда-то там была атмосфера, и, возможно, есть планеты за пределами Солнечной системы, где есть жизнь, и когда у человечества появятся технические уже усовершенствованные, да, варианты путешествий, такие специалисты будут очень и очень востребованы. И с большим удовольствием вспоминаю своего любимейшего писателя Кира Булычева, вот эта серия про Алису, да, и чудный зоопарк Космозо, который в этих книгах, историях существовал, и у меня всегда было ощущение, что человек, наверное, что-то знает, или у него есть способность в будущее заглянуть, потому что он так интересно описывал, во-первых, обитателей этого зоопарка с разных планет, ну и путешествие самой девочки со своим папой, который, кстати, был космобиологом по образованию, да, и привозил чудесных там вот, там индикатор не запомнился больше всего, у ушанов которого, да, взяли, птица Говорун и прочие персонажи. То есть ощущение того, что человек видел вперёд на много-много лет, оно не покидает и меня уже, взрослого человека. Поэтому я думаю, что вот как раз за вами будущее, и все вот эти новые профессии, типа космобиолога, космогеолога, космозоолога, экопроповедника и прочие, которые в атласе новых профессий у нас присутствуют, они будут востребованы, потому что жизнь профессиональная, да, она меняется очень быстро, очень, на глазах буквально. Ну, это мы дерзайте. Такие перспективы у нас у всех. Большое спасибо. Ну что ж, на сегодня все вопросы заданы и ответы получены. Благодарю всех за участие в программе. География и биология сегодня многогранные и фундаментальные науки, основные задачи которых – исследование многообразного взаимодействия природы и человека. Именно они способны решать самые сложные задачи, стоящие перед человечеством как в настоящем, так и в будущем. А значит, и профессия педагога по направлениям географии и биологии актуальна и востребована. Если вам интересно изучать окружающий мир, вас увлекают современные технологии, вы интересуетесь научными трендами и готовы постоянно развиваться, обратите внимание на специальность педагогическое образование с двумя профилями подготовки – география и биология. Ну а мы прощаемся с вами до следующего эфира, где продолжим искать ответы на вопрос «Кем быть?». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова